Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами Ирина Кузина. Это специальный выпуск программы «Тема дня». А сегодня у нас в студии спортивная школа Олимпийского резерва по видам гребли. Разрешите как раз всех представить участников нашего круглого стола. Сегодня у нас в студии директор спортивной школы Андрей Юрьевич Лаенко. Я очень рада вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас победители первенств России, члены сборной команды России. Это Юлия Бабашинская. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня с нами Эльвира Савинок. Я рада вас видеть. Добрый вечер. И Илья Пономарев. Здравствуйте. Рада видеть. Ну что же, давайте нашим телезрителям немного расскажем о спортивной школе Олимпийского резерва по видам гребли, о своих спортивных достижениях, о кадровом потенциале. Я думаю, что первое слово будет Вашим. Спасибо. Наша школа имеет очень давние традиции. И гребным спортом занимались несколько десятилетий. И у основания наших результатов, конечно, традиции, которые закладывались многие-многие годы. И наш сегодняшний успех, это не сиюминутное какое-то пришло, что мы стали в том году лауреатами на лучшую школу России. Мы заняли призовое место. То есть это до нас потрудились наши предшественники. Сейчас на данный момент в школе у нас 40 тренеров и 1200 спортсменов, что позволяет нам выступать практически на всех соревнованиях разных этапов, занимать первые места. Сейчас наша школа, опять по итогам этого года, тоже литирует в общероссийском зачете. И вот эту высочайшую планку, которую мы держим уже несколько лет, позволяет вот такие наши замечательные ребята, которые сегодня в студии, поддерживать. И, конечно, замечательный потенциал талантливых наших тренеров, которые находят ребят, которые их, как говорится, ставят на крыло. И вот этот весь процесс занимает не один год. И, конечно, я восхищаюсь нашим тренерским составом, нашими ребятами. Большое всем спасибо за их труд, за их понимание. И, конечно, мы всегда очень рады, что они добиваются таких успехов и что это из года в год. Ну, давайте спросим у наших спортсменов молодых, чтобы они рассказали о своих наставниках, о том, как проходят тренировки, и что значит для них начать свою спортивную карьеру именно в Верхней Волже. Тренировочный процесс у нас, на самом деле, очень увлекательный. Этому способствует как раз-таки тренерский состав, который уделяет большое внимание спортсменам. И большинство спортсменов выступают у нас на международном уровне, хорошо себя показывают и побеждают на всероссийских соревнованиях и первенствах России. Это все благодаря именно хорошему плану подготовки. И, конечно же, хотелось бы сказать отдельное спасибо именно тренерам, но и также спортсменам, которые, несмотря на какие-то погодные условия, несмотря на именно ту степень подготовки, которая к ним ложится, они все равно проходят и стремятся по каждому результату. У меня вопросы к нашим девушкам. Вот, например, Юля, как вы умудряетесь сочетать и учебу, и тренировки? Как вам это удается? Ну, это достаточно сложно, потому что, когда сейчас в ноябре будут сборы, и, соответственно, в школе ты не сможешь учиться, тебе дают дополнительное задание. Выполняешь его, получаешь оценку, и так и получается совмещать весь год. А вот Андрей Юрьевич сказал, что высокие достижения и хорошие оценки, они всегда рядом. Правильно я понимаю? Эльвира, вот у вас какие успехи? Ну, вот Юля сказала, что очень тяжело совмещать в школу. Но вот я пришла в спорт, и у меня выработался характер такой. Я все успеваю делать, хоть и тяжело, но все равно. Какие победы за плечами уже есть? Вот в этом году я выступала на спартакиаде юношеской. Я привезла пять золотых медаль, потом первенство России до 17 лет, шесть золотых медаль. И первенство до 19 лет, пять золотых и одно серебро. А у наших ребят какие победы? В этом году мы два раза выиграли первенство России до 19 лет. Также выиграли отбор на первенство мира по юниорам. Выиграли отбор на первенство Европы по молодежи уже. Несмотря на то, что у нас очень юная команда, мы вошли в состав сборной России до 23 лет. И представили честь не только Тверской области, но и честь России на международной арене. У меня в этом году результат достаточно скромный по сравнению с прошлым годом. То есть в этом году у меня два золота первенства России до 19 лет. Одно золото до 24 лет, тоже среди молодежной команды. И четвертое место на первенстве мира среди юниоров и юниорков. Андрей Юрьевич, ребята добиваются высоких результатов. И это несмотря на то, что все-таки есть определенные трудности. Например, материально-технические вопросы, которые до 2019 года не были решены. Но сейчас, насколько мне известно, ситуация сдвинулась с мертвой точки. Расскажите об этом. Да, вы совершенно правы. Наши все объекты, я скажу, что у нас в распоряжении школ находится 11 баз. И все они уже достаточно старые постройки, 50-х годов. И благодаря нашему губернатору Игорю Михайловичу Рудене, наконец-то этот вопрос сдвинулся. Потому что он решался более 25 лет. Все ранее приходящие руководители нашей области обещали это решить. Но вопрос не решался. Вот огромное спасибо от нас, от всех, от родителей, от спортсменов. То, что в этом году стартануло строительство грибного центра на Волге. И это будет многофункциональный центр с современными тренажерными залами, с грибным бассейном для академической гребли. То есть мы думаем, что такой потенциал, который будет заложен, позволит нам на многие-многие годы продолжать и держать наш уровень. И также в 2020 году будет строительство грибного центра, многофункционального, в который в том числе и гребли входят. Это на реке Тверца. И все наши остальные объекты мы тоже приводим сейчас в порядок, очень активно работаем. Еще раз огромное спасибо. То есть первый центр на Волге, он будет закончен в 2020 году строительство, а второй центр, который на Тверце, уже 20-21 года, насколько мне известно, уже деньги в бюджете выделены, зарезервированы. Да. И эти центры будут соответствовать всем требованиям Минспорта, Всероссийских Федераций по видам гребли. Правильно я понимаю? Да, мы совместно с проектировщиками участвовали в разработке этих проектов, учитывали все наши пожелания, во всем шли навстречу. То есть это общий проект, общая идея о поднятии, о развитии спорта в Тверской области. Потому что надо сказать, что не только грибной спорт, и видно, что занимаются спортом в целом в Тверской области, открываются новые объекты, ведутся разработки, проектные работы по другим. Это очень радует, потому что, если сравнивать нашу Тверь и Тверскую область с другими областными центрами, многие годы просто вот наша Тверь, я считаю, была среди отстающих. И что сделано буквально за эти 2-3 года, это колоссальные шаги. Ребята, как вы считаете, чего больше всего вам не хватало до этого момента в процессе тренировок? Ну, что касается академической гребли, будет хорошая зимняя подготовка, благодаря хорошим тренажерам и гребному бассейну. И это как раз-таки будет возможность проводить на территории Тверской области сборы. Не только региональные, но также привлекать и федеральные сборные России. Девушки, что скажете по этому вопросу? Ну, когда возвращаешься с тренировки, особенно когда осень, хочется после тренировки принять какой-нибудь теплый душ. Надеюсь, что скоро это будет все обеспечено. Ну, мы неоднократно раз и писали другие средства массовой информации, и наша программа новости демонстрировали, в каких условиях вы занимаетесь. И надо иметь сильный характер для того, чтобы все препятствия эти преодолеть. Спасибо вам большое. Но в завершение нашей программы очень хочется услышать про перспективы школы. Наша заслуженная репутация, которая сложилась за многие годы, позволяет нам хорошо, очень сейчас, надо сказать, что родители очень активно сейчас занимаются поиском каких-то секций для своих детей. И где имеются достойные традиции, и смело отдают нам на подготовку своих ребят. И с учетом того, что сейчас будут объекты обновлены, бывали моменты, когда некоторых родителей останавливал наши бытовые условия. Но сейчас, я думаю, что все это будет решено. А перспективы у нас сейчас очень хорошие. Вот Юля сказала про свои результаты, но немножко она поскромничала, если честно. Потому что Юля у нас 14 лет, а четвертая на чемпионате мира была, она первенство мира, она была среди 19-летних. Поэтому от Юли, от Эльвиры мы на следующий год ждем самых больших успехов на международной арене. У нас очень хорошая сформировалась командная лодка в Твери, то есть в академической гребле очень сложно. Из-за, все-таки, вид спорта такой, достаточно дорогостоящий. И что наши тверские тренера смогли подготовить большую командную лодку и четверка, она полностью тверская. И уже даже восьмеркой своей выступают. Это колоссальный прорыв и успех. Чтобы в одном регионе сформировать свою лодку, которая может выигрывать первенство России и ей же выступать на первенствах мира. Поэтому это очень здорово, что есть. И от ребят, что они сейчас выступают все вместе, тренируются. Мы ждем только достойных побед. Тренера все правильно делают, все готовят. Очень сильный тренерский состав. Особенно в академической гребле он достаточно молодой. В байдарке Канои там у нас такой сплав опыта и молодости. Подрастают тоже молодые тренера, которые уже показывают результаты. Практически у каждого тренера есть, как минимум, победитель. Победитель России он воспитал. Они между собой все общаются, достаточно дружно живут. Так что перспективы у нас очень хорошие. Желаю удачи. Спасибо большое, что вы нашли время и ответили на все вопросы. До встречи в эфире. Спасибо. До свидания. Встретимся, как обычно, в следующий вторник. Редактор субтитров А.Семкин